Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня комментариев». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня Александр Иванников, проректор Тверского государственного технического университета. Александр Фёдорович, здравствуйте! Здравствуйте! В этом году Тверской государственный технический университет в простонародье наш любимый политех отметил 100-летие. Несколько слов о истории, основные вехи в развитии вуза. Какие мы сегодня можем вспомнить? 12 января 1922 года был подписан указ о создании ряда сырьевых вузов, которые должны были воспитывать профессионалов и специалистов для добычи полезных ископаемых, разведки. Эти вузы были основаны в Москве. И Московский Торфяной институт с 1922 года претерпевал тоже значительные различные изменения. Это и перенос в состав крупных университетов, например, Тимирязевской академии, и Московский Торфяной институт уже функционировал самостоятельно, как отдельная единица высшетехнического учебного заведения в ТУЗ. И в 1958 году стало понятно, что специалисты по торфяному профилю должны все-таки быть и выпускаться, и воспитываться на Тверской земле, на Калининской земле. Потому что у нас большие залежи торфа, крупнейшие в нашей европейской части России. И поэтому было, наверное, грамотно и правильно специалистов и научной школы, которые занимались добычей и переработкой торфа, размещать поближе к местам его сосредоточения. Вот в 1958 году, благодаря нашему первому директору нашего уже Калининского торфяного института Павла Федоровича Анисимова, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Твери. К сожалению, его уже с нами нет, но память о нем уже увековечена мемориальной доской на корпусе химико-технологическом. Это вот недавно, да, в год столетия? Совсем недавно, в год столетия, мы это важное мероприятие провели. В 1958 году мы появились на Калининской земле. Ну а дальше что? Дальше промышленность развивалась, открывались новые предприятия, возникла необходимость в специалистах различного профиля. Это и машиностроители, и химики-технологи, и, конечно же, те, кто работал в сфере информационных технологий, потому что, если мы вспомним, да, бурное развитие электронно-вычислительных машин, комплексов. Тот самый АСУ, да, куда было сложно поступить, это же шкатировалось на всей России. И создание центра программ, систем, для которых тоже нужны были кадры. Эти все предпосылки явились основной причиной того, что в 1965 году наш УССР стал Калининским политехническим институтом, то есть приобрел такую политехническую направленность. Ну а в 1972 году мы были награждены Орденом Трудового Красного Знамени, и в 1994 году, когда проходили очередную аккредитацию, в связи с тем, что образовался гуманитарный факультет, количество профессоров, докторов наук, кандидатов наук стало по процентному соотношению в профессорско-преобладательском составе преобладать, повысился качество образования, увеличилось число разнообразных направлений, в том числе и гуманитарного профиля. Наш ВУЗ в 1994 году получил статус университета, и, собственно, с 1994 года мы свое название имеем как Тверской государственный технический университет. Это уже новый статус, да? Да, это уже новый статус. Это уже наступили в высшем. Это уже другой статус. Это уже, конечно, и требования к научной работе, и к научным школам, и к разноуровневости образования, и к существованию аспирантуры, магистратуры. Ну да, конечно, это очень важный процесс, который тогда начал развиваться у нас в университете, и сейчас мы можем с уверенностью сказать, что мы один из крупнейших центров образования Верхневолжья, в котором есть весь спектр образовательных процессов, весь спектр образовательных направлений. Но главное, что у вас требованных, да? То есть вы держите руку на пульсе, что необходимо для нашей страны, да? Какие специалисты необходимы? Вы тут же, что называется, подстраиваете. Движение двухстороннее, конечно. То есть общение с органами власти нашего региона, общение с промышленниками нашего региона, строителями, машиностроителями, да, диктуют совершенно, диктуют новые, открытие новых специальностей, новых направлений, новых профилей подготовки. Вот интересно, а тот самый, с чего начиналось Торфяной институт, вот эта специальность и осталась? Конечно, как специальность, которая занимается разработкой машин для Торфяной промышленности, она осталась. А вот факультет называется уже по-другому. Факультет природопользования и инженерной экологии. Еще одна фишка, скажем так, политеха была всегда военные кафедры. Ребята, которые поступали, которые проходили военную кафедру, потом были сборы, они получали звания и освобождались от срочной службы. Что сейчас? Ну, к сожалению, да, в 2008 году была такая тенденция, закрывались военные кафедры в высших учебных заведениях нашей страны. Нас, к сожалению, эта участь не миновала, да, и в 2008 году военная кафедра прекратила свое существование. Но в 2021 году решением коллегии Министерства обороны Российской Федерации наша кафедра, точнее, военный учебный центр, теперь это называется так в стране, да, мы в числе из немногих университетов получили такое право, начиная с 2022 года, с 1 сентября, с юбилейного года, да, начинать подготовку сержантов и солдат рядовых запаса по трем военно-учетным специальностям. Ну, одна из них, я, наверное, только одну назову, самую такую, наверное, и титульную. Наш заказчик — это воздушно-космические силы. Раньше это было артиллеристы. Раньше были артиллеристы. Сейчас это авиационные механики беспилотных летательных аппаратов. Очень актуально, да, и, конечно же, это что? Это профессорско-препутательский состав, состоящий из военнослужащих запаса, это, безусловно, оборудование современное, это компьютерные классы. Все находится на той же территории, что в свое время и военная кафедра, но теперь это уже совершенно новый корпус ХТ, это совершенно новые компьютерные системы, это, собственно, и образцы беспилотных летательных аппаратов, это, конечно же, электронный тир для огневой подготовки. Очень много чего было сделано благодаря работе всей команды и ректора Андрея Викторовича Твардовского. Мы, собственно, такое важное событие для региона сумели выдержать, да, и открыть военно-учебный центр. Это очень важно для нашего региона, в частности, потому что это по факту мы после нашей военной академии, мы единственный военно-учебный центр на территории, и мы думаем, что наши студенты, которые поступают в политех, не разочаруются в еще дополнительной возможности для военной подготовки. То есть человек получает звание, да, выпускник, и уже освобождается от срочной службы. Да, да. То есть срочной службы уже, нашему абитуриенту, студенту, выпускников, срочной службы уже не понадобится. Человек уходит в запас. Далее, конечно же, по желанию, если наш выпускник захочет связать свою жизнь с вооруженными силами Российской Федерации, он, безусловно, может идти на службу по контракту. Да, вот у нас, когда учились, я училась в политехии, у нас были ребята, которые хотели связать свою службу жизненно-решенную с армией. Несколько буквально слов о профессорско-преподавательском составе, потому что всегда политех славился своими педагогами. Ну, династии у нас, династии у нас также сохранены. У нас есть наша гордость, да, фамилия всем известная Сульман. Это Михаил Геннадьевич Сульман, который сейчас является заведующим кафедрой, руководителем очень крупного проекта по лаборатории мирового уровня, который мы в прошлом году, благодаря его команде и команде такой межфакультетской команде, победили в этом конкурсе Миноборнауки. И, конечно же, это его дочь Александрина, которая сейчас является доцентом тоже нашей кафедры. Ну, и, безусловно, это его мама, бабушка Александрина из Фрии Михаиловна Сульман. Да, из Фрии Михаиловна у нас преподавала. К сожалению, ее уже нет с нами, но память о человеке, который очень много сделал для родного университета в плане науки и оставил после себя такую династию и такое научное наследие, которое движется вперед и постоянно, ну, Михаил Геннадьевич постоянно придумывает что-то новое, новые мероприятия, новые научные разработки, очень динамично развивающийся научный коллектив. И, конечно же, это много называть, можем много научных династий. В этом году, в год столетия вуза, мы выпустили золотую книгу нашего университета, где все научные династии, все наши орденоносцы, все наши уважаемые ветераны перечислены. Совсем скоро, вот она сейчас вышла в бумажном виде, но мы понимаем сейчас совсем другое время. Да, чтобы зайти на сайт и почитать ее, да? Да, совсем скоро мы ее выложим на сайте в формате удобном для всех желающих. Вопрос, конечно, на злобу дня. Студент-выпускник политеха, насколько он востребован? Сейчас именно на нашей, может быть, Тверской земле? Ну, мы стараемся, еще раз, да, повторюсь, держать руку на пульсе. Стараемся, наши факультеты имеют очень много индустриальных партнеров, промышленных предприятий, на которых, кстати, руководителями, в принципе, и во многом благодаря политеху работают наши выпускники. И, безусловно, это и профили подготовки. Ну, например, так возник профиль по подготовке по технологии сварки. Да, очень актуальное ныне направление. Да, везде, многие требуют сварщиков именно профессионально. Да, это и радиоэлектронные системы и комплексы, это и различные профили подготовки на факультете информационных технологий. Это, конечно же, строители по нескольким профилям, да? И мы пытаемся и стараемся, каждый год у нас появляются какие-то новые профили в рамках тех направлений, которые есть в нашем университете. И они, безусловно, тесно связаны с промышленностью. Мы постоянно взаимодействуем с нашими работодателями, они являются рецензентами дипломов, они приходят к нам на мероприятия, они нам помогают. И, безусловно, мы дружим, и поэтому мы получаем результат. Политех всегда славился своими веснами, студенческими строительными отрядами. Факультет общественных профессий был. Что сейчас? Есть ли где развить какие-то творческие потенциалы у студента? Сейчас очень много возможностей. Более 25 студенческих объединений. Это и секции, где студент может прийти и заниматься, собственно, любимым делом, помимо учебы. Это и молодежная редакция, которая насчитывает более 60 человек. Но самое главное, что тот журнал студенческий, который мы начали издавать в 2005 году, мы сейчас так посмотрели, по тем коллегам, которые в 2005 начинали с нами, уже не существует. Наш журнал, на самом деле, сейчас является старейшим журналом студенческим, именно журналом, не газетой, глянцевым журналом в Российской Федерации. Не побоюсь этого слова. Ну и, конечно же, это наш турклуб, это турклуб Азимут, это собственный скалодром, это походы, сплавы по рекам. Перечислять можно очень много. Это наши автогонки, у нас есть целая автомотоциклетная трасса, где проходят соревнования на Кубок Ректора, где проходят этапы областных соревнований. И у нас очень много мастеров спорта по автоспорту в нашем университете. Ну и, безусловно, это различные творческие секции. Это наша кариографическая студия «Стель», образцовый коллектив, титульная визитная карточка, наверное, это русские народные танцы, куда с удовольствием идут танцевать девушки, парни, иностранные студенты. Поэтому мы стараемся развиваться для того, чтобы у студента, который пришел в университет, помимо хорошей профессии, хорошего дальнейшего трудоустройства, было еще и такая отдушина в виде внеучебной работы. И, кстати, это очень сильно, безусловно, помогает при трудоустройстве. Потому что, конечно же, человек, который умеет работать в команде, человек, у которого есть творческий подход к решению различных задач, который его прокачал в студообъединениях, он, безусловно, является более вкусным сотрудником для любой компании. Вот слушаю вас, и прямо хочется снова поступить в политех и пройти все сначала учиться. Буквально несколько секунд осталось до конца эфира. Ваш совет, почему нужно выбирать именно политех? Хотя уже и так все ясно, очень интересно. Политех – вуз со столетней историей. А это значит надежное образование, это значит надежные и интересные студенческие традиции, которые мы сохраняем. Это память о наших победителях и ветеранах. Это хорошая воспитательная работа. Ну и, безусловно, это тесная и прямая связь с промышленностью, развивать которую сейчас в нашей стране как никогда необходимо. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Александр Федорович Иванников, проректор Тверского государственного технического университета. Спасибо большое. Будьте здоровы. До свидания.